Слышно? Да, все отлично. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у нас удивительный сегодня день. Наш концерт, наверное, впервые, ну у нас была попытка первая такая весной сделать детский спектакль. Но мы же все в душе дети. И мне кажется, что вот эта вот сегодняшняя наша встреча, такая семейная, она очень знаменательна, потому что мы сегодняшним спектаклем, надеюсь, начинаем новый сезон таких творческих встреч, основанных на таком культурном наследии русского севера. То, что называется материальным, таким грубым словом, но наше устное творчество, которое, собственно, и хотелось бы передать и познакомить москвичей, людей, которые здесь живут, которые приходят нам на концерты, они почувствовали вот эту всю мудрость, вернулись к истокам, и, собственно, как-то развивались и продолжали обращать внимание на север. Значит, что хотелось бы сказать. Во-первых, я очень рада, что у нас очень много новых людей, которых я еще знаю только по страничкам в Фейсбуке. И очень радостно, что к нам приходят постоянные зрители, и у нас удивительные зрители, потому что в течение этого сезона, вот летнего, когда у нас были экспедиции, они были в основном с людьми с Фейсбука, с наших мероприятий, которые мы проводили, я познакомилась просто с совершенно фантастической наполненностью, насыщенностью и пониманием своего места в жизни. Это очень радостно. Так что, зрители, спасибо вам большое. Я вами восхищаюсь. Что еще особенно хотелось бы сказать, что благодаря прошлогоднему сезону и тем средствам, которые мы собирали вот на наших мероприятиях, мастер-классах, те пожертвования, которые были у нас на счет переведены, мы оплачиваем административные ресурсы фонда. И что самое важное, детская, ремесленная студия, мастерская в Ошивенске, Словодница, она представила вот сейчас, вот можно будет тоже, вот если еще кто не видел, у нас здесь размещены такие красивые изделия, которые были вышиты девочками. И вот чтобы они появились, это вот результат нашей совместной такой работы с вами, с нами, с вами. Вот это очень радостно, потому что в начале года, в прошлом году было 4 девочки, в конце учебного года было 8 девочек обучающихся, и сейчас уже набирают новый набор, то есть там уже будут учиться девочки не только 8-9 класса, но уже и 6-й, и 5-й класс начинают делать первые шаги. И это тоже благодаря вот вашему участию. Спасибо вам большое. Еще у нас будет в ноябре интересная такая поездка, мы будем помогать возрождать качество, и группа из Москвы, ребят, девушек поедут резать ляпаки. Вот кто знает, что такое ляпак? Ну, я думаю, что вы тут точно знаете, да, это Татьяна Басова, правильно? Нет, это Валентина Телегина. Валентина Телегина, простите, пожалуйста, вот лично еще и знакома, но вы специалисты высочайшего уровня, значит, она тоже скоро должна к нам прийти. Да, Валентина Телегина, удивительная мастерица и лоскутного шитья, и кукол, и просто человек с золотыми руками. Вот, и вот эти ляпаки, это, знаете, шторм? Это клубочки, делаются клубочки из ветоши. Так что, вот, чем мне, вы же знаете, в деревне они выбрасывались, да, всякие тряпочки, вот, они использовались дальше. И вот посмотрим, что у нас из этого получится, надеемся, что это тоже будет очень интересно. Итак, дорогие друзья, я хотела бы пригласить на сцену наших замечательных артистов Татьяну Бондаренко, Сергея Старостина, для того, чтобы они представили свою новую программу «Северные сказы» и Шерша Настовского. А мы выключаем все телефоны. Пожалуйста, обратите внимание, что вы, они были выключены. Ну что, добрый день еще раз. Скажите, пожалуйста, детки, а кто-нибудь из вас знает, что означает слово «шиш»? Шишка. Есть варианты? Шишка. Так, кто еще? Фига. Как? Фига. Фига. Тоже, в общем, правильно. Еще есть версии? Ну вот фига, Туля, это все знают, что это шиш. Вот. А на самом деле, на севере, на русском, шишом называли бродягу. Вот такого веселого бродягу, который, не имея дома, ходил по разным дворам и устраивал всякие веселые штуки. Вот сейчас мы о нем вам и поведаем. Шиш московский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Родилась чадушка старше бабушки. Стоял дом, добрым порядком, на гладком месте, как на скатерти. В дому отец жил с сыновьями. Ну, старшего-то и врать не стану, как звали, не знаю. А младшего все шишом ругали. Он еще в зыбочке качался, а уж песнями всех утешал. Его мать в кружевное одеяльце завернет, шапочку-то с кисточкой наложит, в гости придет и станет детям хвастаться. А он как грянет. Ханим барами смелее, музыканцам веселее. Тырли-будырли, коротульки. Ему в рот соску? Куда там? Давай папироску. А тут отец вынесет сына гостям. Тело вступит. Мальчик, скажи, тятя. А мальчик с присвистом. И я не дядькин сын, и не мамкин сын, и я на елке рос, у меня ветер снес. Только вот гармонии парню не хватает, мало что грудную. Ну, вот кашу-то поест, непременно крякнет и скажет. Хороша кашка, да молочашка. Кто-нибудь проказит, а его спросят, это кто разбил? А шиш? Так это же уже так и было. Ну, а его спросят, а это кто сделал? А он... А-а-а. Да уж, ладно, и так хорошо. Вот так вот на шишата люди, глядя, только головой мотают, но руками машут. Вот ведь, во время-то как птица летит, его ж не остановишь. Вот шиш вырос. Братья-то мужики здоровенные, скопидомы, а он все как соврас без узды. Вот такой был шиш. На лбу хохол рыжий, глаза как чашки, один голубой, а другой как смородина. Нос кверху. Начнет говорить, вот как по дороге поедет. Слово скажет, а другое уж и готово. И ловок был, в рот-то заедет. Ловок был, в рот-то заедет. Вечером-то денежки считали, а днем гуляли, сады свои охраняли, чтобы, значит, прохожие веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских-то, ребят, ухи-то все лето не заживали. Или как старички походят, родился. А уж друг с другом-то одни нежности да любезности. Шиш на них уж давно немилым оком-то смотрел. Уже я вам налью щей в ложку. И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни и загребали. Ползала, ширилась, да и заблудилась. И загрела. Ой, меня теперь и чеволки съедят. А Шишки рядом шнырял. Бабушка, кто тебя так? Да заблудилась. А откуда ты? Да я из Горелого. А я тебя выведу. Только ты мне службу сослужил. Ну, вывел ее Шишки к барской усадебке. Видишь, вон в окне баринок торчит. Кофе пьет за газетой. Но не слепая, вижу. Ну, так ты постучись в окошко-то. Барин-то нос выставит, а ты тяпни его поплеши-то. И скажи, на, бары не оставь. Да как же это я благородного-то человека, господина, задену? Они меня собаками затравят. Да они собак не держат, сами на людей лают. Ну, что делать? Не ночевать же в лесу-то. Побежала старуха к дому. Стукнула в раму. Барин, отворите. Толстяк-то высунулся, кряхтит. Кто там? Старушонка плюнула на ладони. Размахнулась. Да как дернет его поплеши. На! Барыня, оставь. А сама вот усадьбу хода задала. Ну, Шиш, ее куда надо-то вывел. Этот-то барин. Окошко захлопнул. Скребет затылок, а барыня уж с периной сыпалась. Тебе что дали? Да как что дали? Ну, я слышала, тебе сказали, парни, оставь. Да ничего мне не дали. Ну, как-то ничего. Давай что получим. Да плюху я получил. Какую плюшечку? Мягоньку. А с чем? Вот какую. И началась тут драка. О, только перья летят. Вот что Шиш-то натворил. Доход не живет без хлопот. Вот, отец состарился. Братья волю взяли. Дом на себя переписали. И скот на себя вот убрали. Отцу говорят. Вот, а при твоем-то худом здоровье первое дело свежий воздух. Так ты теперь еще ночуй в сарае. А день гуляй по миру. Вот одним окошечком выпросишь, а под другим съешь. Шишу дали коровку, ростом с кошку, от нее удоя сложку. Вот, братец, и тебе наделок. Люби нас. Ходи мимо. Вот сидит отец на крыльце, не смеет в избу уйти. А у Шиша в сердце, как нож, поворачивается. Он отца-то в охарку. Тятенька, давай заодно жить. И есть пополам, и нет пополам. А братьям-то, дорогим, я вот смею насмешку, припасу потешку. Тятенька, ты меня жди, а я пойду коровенка продавать. Шиш лесом идет, а девок вечеру. И гроза собралась. Близко громыхнула. А на ночь, чтобы окнать неохота, Шиш сунулся в боковую эту тропиночку в дебрь, где бы лисину-то нет погуще найти. Ну, он в лису-то не боится, шагов сотня ступил, в ельненький дом стоит. Еле доколотился, старуха открыла. Ой, парень, ты куда попал-то? Уваливай, покуда жив, уваливай. Так, бабенька, пусти, пусти хоть коровке перестоять. Дитятко, разбоем хозяева живут. Иди, иди отсюда. Ну, а к уротам-то еще твое бегут. Шиш-то сразу узнал, два богатея из соседней этой деревни. Эй, бабка, где тут дочь-то переждать? Ну, что вы тут не будешь делать? Старуха спрятала всех в подполье. Только уж, чтобы не кашлянуть, не духнуть, ни слова сказать, как хозяева-то придут, убьют, убьют, и меня с вами убьют. Ну, а подполом-то Шиши спрашивает, будто не знает. А вы чьи? Откуда? Да, мы со всякими бродягами не разговариваем. Того-то разу над головами затопало. Заходили, разбойники приехали. Тут у них питье пошло, еда. Напились опьяны, песню запели. Не шуми, матье, а добра, мушка. И тут Шиша-то прям как шилом подняло. Ой, как я люблю, аж даже до слез. Запую я с ними, купцы его в охапку. Да ты с ума сгинула, собака. Заткни хайло, убьют ведь. Ох, не осудите меня, я ж певец природный. Запую, молодой человек, молодой человек. Не купите, возьмите деньгами, по десятке дадим. А уж по сотенке-то не дадите. Да подавись ты, сиротский, на! Ну, Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит. Не успели купцы кесеты завязать. Наверху, клясауя, рядом. Ходи хата, ходи хата, ходи курица, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Шурш, 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 ты купцам, ребятушки, теперь-то мне не вытерпеть. Я ж вот родился, чтоб плясать. Пошла плясать, а люди мне чего кусать? А сухарить до корки, на ногах опорки. Ух, 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 купцы-то у него прямо на ногах повесли. Возьми, что хочешь, только не губи нас, пожалей, деток наших, благодетель, не погуби. Ну, ладно, чтоб уж вам-то не убидно было еще по сотне сплешей. Ну, шиша-то и четыреста рублев, и все золотыми. А наверху-то учуяли, что под полом-то неладно, дрогнули разбойники. Ой, согрешили мы грешники, беси в доме завелися. Не будем больше удачи. А старуха-то слышишь, что на ней аж прям каждый трепок трясется. И так, хозяева, я-то под пол-то человека запустила беси, беси выпускать, изгонять беси. Какого такого человека? Ну, шиша-то все услыхал, он всех смелее лезет из подполья. Разбойники к нему. Ну, что, беси-то выгнал, благополучно ли, всех ли бесов-то выжил? Ну, шиша смекнул. Ой, ой, пятерых-то выжил, а двое остались в подполье жирные. Остальные-то вот они землей ушли, а этих надо из боя выпускать. Молодец, молодец, выведи эту напасть, отблагодарим тебя. Да ну что вы, не стоит благодарности. Давайте-ка кудели до огонька, сами зайдите за печь, чтоб когда полетят, никого не задело. Ну, сам шиш-то спустился под пол, ну, говорит купцы, я с вас взял по два ста, а разбойники вас найдут, так душу уют. Я за ваши деньги вас отблагодарю. Вот шиш, обоих купцов куделей замотал по одежи. Как я вас подужгу, вы летите из бой да на улицу. Чиркнул спичкой. Как они загорелись, как спорхнула куделя. Звелись купцы по лесенке, да вы из бутанов седей да на улицу, а там, после грозы, лужа, а у них эту лужу даже одежа не затлела. Поскорей в лес, надо домой. Но разбойники-то не скоро сюда пришли. Молодой человек, если б не вы, так уж и не знаем, что бы с нами было, но терпелись такого страху, какой страшный беси-то, какого от них страшного огня-то видения. Погубили мы свои душеньки, уготоли себе вечный угонь. Но шишу-то некогда с ними конетелиться. Руку даю, что эти беси больше к вам не сунутся. Не прилетят, не досадят. Ох, а как тебя благодарить-то? Да вот, строиться собрался. Ну, держи сотенную. За такую-то услугу сто рублей, это плевое дело. А коровку шиш ихней старухе подарил. Шиш домой пришел, деньги на стол, считать начал. Раз, два, три, четыре, сбился. Опять начал считать. Раз, два, три. Ну, а братья стоят рядом, рот-то раскрыли. Шиш, а откуда такое богатство-то? Так я прихожу на рынок, а у меня коровенку-то прямо из рук рвут. Пятьсот за шкуренку дали. Братья в хлев от жадности трясутся. Коров кончают, с них шкуры дерут. Запрягли пару коней, да в город с кожами-то. Стояли-стояли в кожевином-то ряду. Кто-то подошел. По чем шкура? Сто! Нет, триста! Пятьсот! Рубли! Ну, покупатель-то глаза на них выпучил, да бегом от них. Народ собрался пальцами показывать. Глядит-ка! Безумные приехали. За куровью шкуру-то сотни просят. Вернулись братья домой, да на шиша с кулаками. Обманывать! Да что с вами, что? Да ведь на нас весь рынок дураками почтил. А вы в каком ряду-то стояли? Как в каком? В кожевином. А я в галантерейном. Ну, братья на другой день там в галантерейном стояли. Тут публика ходит чистая. Барыни братьев ругают, городовые гонят. А один кто-то спросил опять. Так это по чем шкура-то? Так эти вот третьего-то дня за маленькую-то шкуренку пятьсот давали. Так неужели ж у нас-то дешевле? Ну, тут уж их-то в шею вытолкали. До самой заставы с присвистом гоняли. Ребята кричат, мальчишки. Самошедших везут! Самошедших везут! Прикатили братья домой. Кони выли. Подать сюда, злодея! Всегубителя-разорителя. Не успел шиш увернуться. Бочка во дворе стояла. Шиша в нее заколотили. Да с берега в реку не спустили. Нанесло бочку свисту. Да к берегу и прикачало. Шиши слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шиши заревел. О, ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальнике ставят. А с колокольцем-то ехал отставной губернатор. Он с тройки да под угор. А я знаю читать и писать. И слово сказать знаю. Я в начальнике годен. Кто здесь? Это я, я в бочке сижу. Ну, губернатор нот выбил, шиш вылез. В начальнике селом ставят. А я бы другому бы уступил. Так это, возьми отступного-то. Я в начальнике гораст. А давай меняться. Вы в бочку залезете, в начальнике вас и направят на должность. А я ваших лошадочек с кибиточкой возьму. Согласен. А хлебная ли должность-то? Обзолотиться можно. Ну, ладно, закулачивай скорее. Живо! Ну, забил-то не ищешь шиш, да как пнет бочку. Ух, она в воду-то полетела, попула. А шиш домой на паре прикатил. Братья-то под кроватью лезут. Утопленничек, не лень, не ешь нас, не ешь. Да что вы, дикий, глядит-ка, каких мне там лошадок-то выдали. Где вы были-то? Ну, как, куда меня спихнули, там и выдали. Но братья-то коней гладят, от зависти зубы стучат. Шиша-шка! У нас вон эта бочка-то порозна. Ну, порозна, вижу. Ну, мы бы в бочку-то ту, да в речку. Не откажись, нам бы тоже. Хоть по конику. Так что ж, можно? Неужели ж я для братьев-то единоутробных пожалею? Ну, коли ему тяжело было эту бочку-то котить, те же еще и пазухи себе деньгами набили. Торопят, коти круче! Всех хороших, то упусти им опять с горы, как дурцы шиш. Поехали братаны вниз по волке, по матушке и выкинули их в нижнем у ярмарки. Они-то в домашнюю сторону и глядеть перестали. А шиш с отцом замужем. Он до отца как хорош и стал ласковый. Отец его Это вам не лука, а от шиша? Молодцы! Раз в деревню приехала проветриться городская компания. Нарезли вина, закусок, на лугах траву, ну, трошь на полях топчут, мужики не знают, что уж и делать. А те лодыри-то захотели ночевать в лесу. Шиш отправился их посмотреть. Видит, на полянке толпится человек с дюжину. Ну, то появятся, то исчезнут, то повалятся в ряд, то вместе, то врозь. Шиш к ним. Граждане, а в чем, собственно, беспокойство-то? А тебе, любезный, какое дело? Впрочем, мы вот хотим ночевать на открытом воздухе, но никто не решается лечь с краю. Ведь здесь, наверное, водятся медведи. Ну, шишу-то даже смешно стало. Не только, говорит, медведи, но и львы. Но я вас повалю. Каждый в середке приведется. Каким же ты образом, любезный? Ну, а в сторонке-то была большая куча муравейник. Ну, мурашим уж с парнем. Шиш сюда компания собрала, говорит, ложитесь вот на этот сухонький-то холмик головами, а ножками врозь. Получитесь все по кругу, никого не будет с крайней, всяк будет в середочке. Ну, господа и развалились. Голову-то в муравейник улетели, а башмачки врозь. Благодаря от Шиша, Мерси любезный, вот тебе на чай или там на водку, а он им не требуется приятного сна. И Шиш от них ходу задал. Десятка сажений не отбежал, заревели там у господишки-то лихим матом. На весь лес заругались, а завязали. Мураши-то их в работу взяли. А Шишу-то того и надо. Не задирайте нос перед мужиками. Ставь себя в рубль, да не клади нас в грош. Музыка. Музыка. Пожила барыня на свете, посмешила добрых людей. Однажды Шиш далеко от дома ушел, выше Лизлису, а у речки господское имение. Дом белый, а града железная. На балконе барыня сидит, кофе пьет, а по двору-то свинья ходит с поросятами. Шиш во двор зашел, встал перед свиньей, да и ну ей кланяться, поклоны бить. А барынь-то с балкона увидала, и кричит, Машка, Дуняшка, Агашка. Дуняшка летит, чего барыня изволите? Пойди узнай, вон мужик нашей свинье кланится, что это все значит. Ну, горничная к Шишу, молодой человек. Барыня приказали вас спросить, что это вы нашей свинье кланитесь. А видите ли, барышня, ваша свинья пестра, моей жена, моей жене сестра, у меня жена-то замуж выходит. Так я вашу свинью на свадьбу зову. Ну, горничная к барыне. Барыня, барыня, наша-то свинья пестра, его жене сестра, его жена замуж выходит. Так он эту свинью на свадьбу зовет. Барыня и кофе на себя пролила. Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха, ой-ой-ой, не могу, не могу, сколола. Это ж караул какой дурак-то. Вот ведь чудо-то гороховое. Ну, разве ж ты слыханно, чтобы свинью, бессловесную животную, на свадьбу звали? Жалко, барыня до вечера не будет. А то он посмеялся. Агашка, Машка, Дуняшка, а вы сними его дурака до конца. Я вот что надумала. Несите-ка сюда мое модно кружево, полукапоты, плюшевую ротонду, розовую валь, шляпу о 12 перьев. Ммм, горнишные, плюшевую роти или нарядок. Наряжайте эту свинью. Смотрит шиш. Нарядили свинью, кружевной капот, закутали брутонду, наложили шляпу, завесили рыловую алью, а барыня опять вопить. Девки, нещите сюда мои 12 чепчиков, нарядите этих поросяточек. Сказано, сделано. Барыня опять. Девки, введите сюда бариного коня с каретой. Коня подвели, конь хоть и. Вот прямо сейчас на выставку карета под лаком. Девки, давайте свинью сажайте с поросятами в карету. Мужик, садись в карету за кучера, привези егостью. Ушиша даже сердце взыграла. Возжой-то шевельнул, только пыль в глаза. А барыня-то, барыня, до того дохохотала, что уж ее водой отливали. Ха-ха-ха! 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 Ой, дурак и дурак! Ой, дурак! Ведь теперь, чей за ним и над ним и старт и эмал будут смеяться и встречный, и поперечный. А Шиш-то парень явлавый, поворотливый. Он к вечеру опять у этого же имения. А там и барин вернулся. Его жена встречает. Ха-ха-ха-ха! Жорж! Я сегодня порвалась со сверху! Какой дурак к нам приходил! Ну, а все подряд ему и рассказала. А у барина-то рожа по шестую пуговицу вытянулась. А наряды-то, карету, лошадь призовую он вернул? Нет. Так выходит, что не он дурак, а ты дура-то. Курова ты, пропала ты кверху ногами. Вот только к тебе в куровом шайке носить, а не в бане сидеть. Субтитры создавал DimaTorzok С горя опять хлебом искудела. Народ бредет голодный, холодный, угустить-то нечем. С горя отправился Шиш в дальнюю деревню на праздник. А там гулянье, ярмарка, карусели. Шиш-то увесели это первым бесом. Где он там народу табун? Приехал гулянье посмотреть барин из ближнего поместья. Это что там за народ-то скопился? Да, парнишка один публику утешает. Уж не Шиш ли? Так точно, Шиш. Позвать сюда. Я, можно сказать, в этой надежде и приехал. Шиша кликнули. Барин-то развеселился сразу. Ну-ка, шути-ка мне шутку позанятнее. Ну, Шиш, бариным во фрунт. Для вас, сударь, от всей души. Только понимаете, какая досада. Я шутки-то свои дома позабыл. Ну уж ты, любезный, как-нибудь это постарайся. Устрой как-нибудь. Сбегай, наконец, за своими шутками. Ждать озягнете, сударь. Разве вот что. Вы пока на гулянье полюбуетесь, а я смогу на вашей лошадке съездить за шутками. Ну, барин и согласился. Шиш сел на коня, да и полетел. Вместо своего дома к этому барину в имение. Шиш, что все пути и все дороги знает. К крыцу подкатил, у лакея спрашивает. Бариня, дома! Дома? Ну так доложи. Бариня выплыла из комнаты. Напарка-то лорнет навела. Что тебе? Ваш супруг у нашей фирмы сено с хреном, да соломы с уксусом на сто рублей купить изволили. И послали меня сюда на свои лошадки за этими деньгами. Бариня вообще ничего не поняла. Подумала, что заграничные закуски. Однако свою лошадь увидела, узнала, поверила. Вот считала, что шишу сто рублей рада. Вот уж поедим-то, подзакусим теперь, люблю с хреном и чтобы с уксусом. Ну, шиш к барину-то на ярмарку не вернулся, конечно. Польнул с деньгами-то в город, накупил хлеба рыбы, ситцы, в обуви теплой. Опять, значит, шишова драная компания, сыта, убута и одета. А барин-то, не дождавшись, домой на извозчике прикатил. Бариня сена с хреном да солом и с уксусом требует, А барин скачет, адрес это шишова добиться не может. Господа-то не знают, где крестьяне-то живут, А крестьяне не сказывают, где шиш бывает. Ну, когда некогда дознался, бросился в шишовую деревню. Навстречу старух из десяток нищих, под шиша. Эй, папирушки, который дом шишов-то? Ну, а те смекнули, что не с дупром в гости едет. Послали его по фальшивому адресу, да не в ту улицу. Да и две самых ходких-то старухи круто зашаркали к шишову дому. Шиш-то на старух девица. Бабушки, да вы что, в перегонки разыгрались, а медведь за вами гонится? Медведь, милая, медведь, да и по твою душу. Барин-то тебя ищет в деревне. А барин-то, легок на помине, разыскал таки. В ворота стучится. Отца дома не было, не с кем посоветоваться. Одна старуха и говорит. Так ты давай это, облукай мой сарафанишка до плат. А с подружкой моей, как ни в чем не бывало, выходи в лес. А я, глуха прикинусь, больна. Отдуваться буду за хозяйку. Ну, шиш. Сарафан надернул, платком завязался. Кутомку за спину, в руки палку согнулся и заковылял. Из дому старуха за ним кряхтит. Ну, барин-то их, конечно, приметил. Эй, корзовки, вы чьи? Так это, по миру ходим, по миру ходим, благодетель, по миру. А есть кто дома? Да старуха одна, хворох. Старуха. А шиш где? А шиш господину одному первостатейному шутку шутил не гораздо. Так со страху-то в город этот Брехов, город Брехов в ралевой губернии сбежал. Ну, барин, записал это все в книжку и побежал в избу. На лавке старуха лежит. Ох, ой. Барин-то ее спрашивает. Чья ты старуха-то? Какая-то глухая на оба уха. А дома шиш-то? Так от этого не топлино не угоришь. Так это ты мать шиша? Так у тебя погода очень хороша. Прощай, прощай. Ты какой тебе у старухи чай? Ну, яко же, что старуха глуха и глупа. Вернулся барин в поместье ни с чем. Карту географическую развернул. Три дня и три ночи город Брехов в ралевой губернии искал. Не нашел. Отступился от своих денег. И в суд даже не подал. Не хотел народ смешить. Шиш пошел черных табелей набело перемывать. Помогу. Брехов в ралевой губернии. Три дня и горячий тем, что ты 물ёшь. Играет музыка 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 А тут царские обороды Тогда цари были Ну, а Гряды-то у царя конца не видно Подошел Шиш к воротам Оторваться не может Семь человек работников Бронят на вороном Жеребце А конь-то, как зверь люто И каждая жилочка играет Десять тысяч за такого коня плевое дело. От умиления у Шиша даже слезы пулились. Эта лошадка моя будет. А тут у огорода и куры царские рылись, порхались в рядах. Ну и коровка его величество послась. Ну, три ушата молока в день доила, ешь не хочу. Ну, в полдня работники обедать ушли и коня уйли. А борону на борозде кинули. Ну, Шиш-тулы ждал. Он поймал петуха, а петух-то был как собака здоровый. Поймал петуха, ощипал его-то гола. Какое получилось чудо! Вот он как бы человек, вот только борода красна, гребень и хвост. Ну, ужасно, ужасно! Вот этого-то чуда Шиш подворону-то он посадил и сверху его сеном накрыл. Сам спрятался. Вернулись и работники, впрягли коня. Поехала борона, а петухи-то как оттуда выскочили. И давай, пустилать по грядкам-то. Работники-то сразу повалились кверху лаптями. Ой, тошня, конька, дьяволы из-под земли выколупнули. А потом вот вскочили, и вот за этим дьяволом-то как в погоню. Поймал, так первый приз получил. И коня забыли. А Шиш только того и смотрит. Конька-то выпрекла, потом хвост у него сразу. Убрезал снизу-то до царской крови. Хвост-то тот в рот и вставил. А сам на коня повод в руки. Да и стрелой из города ни конного, ни крылатого и догнать. А на огороде, а около коровы, весь царский двор скопился. Народишко тоже со всего города летит. Куда, рубяты? На огороды, на огороды, царская пестроня, жеребца. Съела! На огороде-то работники рассказывай. Сами видали, сами видали своими глазами. Пришли, а на остатки доедат. С головы начала исть. По куль мы за облизьяном-то бегали. Всего схряпала. Только из роту фостик один карюшкин видать. Нету больше карюшки, нету. Дьявол, дьявол ругает. Ну а тут ученые оказались, а профессора. Корова, она не тигра, а млекопитающаяся, насекомоядная, травоядная тварь. Эту корову лучами просветили. Не едала. В роте не бывало. А куда ж карюшка? Карюшка-то девался. Но народа просили, люди показали, что слышали топот конский. А ни коня, ни седока не было возможности разглядеть. Только видели по дороге, курева стоит, курева стоит, пыль столбом валит. А в какую сторону-то проскакала? А быть к лесу? Ну, лес-то обшарили. Нету. Всяких шляющихся, нищих уборванцев упросили. Да разве ж русскутки-то с заплатами, шиша-то выдадут. А коня шиш в комнату завел. В подсдыбецу. Найди-ка под день. Ну, до осени коня искали. Многие уж на то и служили, что на самом деле его корова языком слезнула. Но, конечно, образованные-то ведь люди не верили. А царю-то не столько потери жалко, сколько охота узнать, кто это так ловко украл. И узнать бы вот, где ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей. Вот и объявили по народу, что пусть, мол, этот явится и покажет, куда дел коня-то. А за ловкость выдадут ему награду. Но отсюда не нравится такая игра. Не худишь, ишь, из воли да в неволю, ишь, по теху-то себе выдумали. Нет, татушка, не стану я дома углы подпирать. Пойду. Меня волка не убила, а теперь будет любить. Кто-то подойдет к моей кроватке, станет некого будить. Музыка. Играет музыка 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 У тебя конь! Так а где ж ему быть-то? Ах, на кого ж я навернулся-то? Из тысячи не найти такого подлеца, как ты. А шиш, а за деньжонками-то когда приходить? За какими? Ну-ка, тысяча была за успех пряжена. Да ты, это, не торопись, а то у меня дядя-то все спешил-спешил, да помер. Раззадорил ты меня, ох, раззадорил. Вот знаешь что? Сведи теперь со двора царицу мою. Маримьяну. Вот чисто сработаешь, приз выдам. Попадешься, не обрадуешься. Ну уж, ваше великое высочество, я люблю жить с радостью. Субтитры подогнал «Симон»! Пошло дело на лад, и царь ему не рад. Зимой-то царь в сенате заседает, лошадь с кучером у подъезда ждет, раз к вечеру кучер видит, молодец стоит нарядный и глаза на него выкатил. Ты что? Да любуюсь, очень у вас на обучке местоположения величественные. Мне хоть бы минутку покрасываться за столь сладкое-то мгновение, трешный бы не пожалел. Апетишну? На, держи. Ну, ладно, лезь на мое место, я пока весь сбрую поправлю. Только кучер из сани, шиш-то завозжий, да как гикнет, стоит кучер на карачках середи дороги. А лошадка-то далеко, площадь далеко, а царица-то дома сидела, и от скуки песни свои любимые. И вдруг кто-то под окном такой ня на всем маху остановил, взглянула, а конь-то свой царский послала узнать, в чем дело. Фрейлина, Агашка, Машка и Дашка выскочили на крыльцо. Под кого лошадка? Амператор послали под свою супругу, чтоб сию секунду к ним в сенат женские вопросы разбирать. Царица прокатится-то без памяти рада. Машке, Дашке на нее шелков-то бархатов накрутили, сами посадили. И пошел! Аж ишь-то царицу не к сенату, а из города, да в свой домок. Ну, царь-то домой пешком, конечно, вернулся. Ничего понять не может. А царица-то у себя. Да как вы ей конь-ка-то и саночки-то прислать изволили, они к вам в сенат. И вот были я конь-ка. Ой, беда-беда! Это ж он, шиш! Вот я разнесчастной детинушкой родился. Вот под ком лед трещит, а подо мной-то все время ломится. Ну, ведь, может, и царя утешают ваше величие. Лучше бы вам не слезить своего белого-то лица, а сыпануть погоню. Да неужели ж у меня-то у сироты еще хоть одна коняшка-то осталась? А да что вы, хватит, хватит еще. Ну, шишоу-то под горью на тройке-то подлетели. Царь-то с удорогу стоя ременки помахивал. А у шиша в окнах свет пышет, не заперто. Царь-то в горницу, а в углу самовар шипит. А за самоваром царица и шиш. Моревьяна, ты! Я? А давно тут? Да не так давно. Всего трещот восемнадцатую чашку допиваю. Тебе с дороги-то налить стаканчик. Царя и горе берет, и смерть долет. Да в землю б я лег, да укрылся, а не чьи распивать. Да налей! Ну, после второй-то самовара царь-то с царицей песню забыли. Эх, ветры дули, да шапку с доли, да кафта мы сняли. Рукавецы сами спали, ой. Эх, ветры дули, да шапку с доли, да кафта мы сняли. Рукавецы сами спали, ой. Шиш-то, гостям, три самовара выпаю. Тогда я спросил, я вот это опять насчет призов. Когда выдачу-то? Ну, царю-то старый долг платить обидно. У людей, говорит, не торопись, я тебе должность придумал. Останешься при мне в виде шута. Завтра первостатейного военного генерала за победы чествовать будем. Он с рожи-то болван, да ему во всем таган. Так ты гостей утешать придешь. Реши, чтоб он зубами заскрипел. И я, говорит, вам на шучу. Глупому Авдею наколотили шею. На утро во дворце пир. Вино из бочек льются. Пироги из печек летят. Все наперут пьяные, веселые. Фрейлины песни поют, как кошек режут. Баляй, матерей, не жалей, лаптей. Как и бары не смелее, музыкант веселее. Царь из Маривьяна под эти песни среди золотого плясывает. А его превосходительство генерал против шиша. Сидит высоко, плюет далеко. Брюшина-то раззолочена. Шиш на него немилым оком смотрит. Думает, в тебя бы, гада, на Солотопинный завод. А генерал-то был хоть и пьян. А шишо взгляд-то оприметил. Да как гарнит. А ну, шут гороховый, покажи, как ты генералов уважаешь. Распотешь-ка меня. Ну, шиши видит над генералом. Муха бьется. Ну, прям вот на лысину ему и села. Шиш вскочил на ноги, схватил блюдо с киселем. Да по мухе как грянет! Блюдо в крохе, стул под генералом в дребезги. Сам генерал на стол улетел. Фрейлины заряжали. Убивают, убивают. Шиш-то на стол руками машет, всех голосом покрывает. Ведь только подумать, какая наглость, какое бесстыдство. Ничтожное насекомое усмелилось сесть на столь высокопоставленную личность. Я, господа, не смог сдержать свое негодование, свой юношеский пыл. И вот муха истернена. Оскорбление смыто. Царь-то только в затылке поскублил. Вот дурик какой оборот-то. Выходит, его еще и благодарить надо за юношеский пыл. Нет, живого он меня в доске сгонит. Кто смел, тот и съел. Кто проворен, тот доволен. У Шишата пословица. Кто богат, тот нам не брат. Горько стало баром от Шиша, но и не сладко ему от них. В город-то жалобно подавали. Зимой отправился полковник со стражниками. Шиша в лесу лыли. Теперь Шиш-то мало дома сидит. Он в лесок уходит. Вот как-то разложил, и он костерок у дороги. Поставил котел уху варить. Рыба с собой была. И только в тухе закипеть. А в лесу люди загурланили. Шиш смекнул. Кто? Костер снегом загреб. Котел-то сверху сугроба. В одну руку ложку, а в другую ломоть хлеба. Начальство налетело. Ты Шиш! Ну и я. А вот те глаза-то выкатили. В снегу котел стоит, а из котла пар клубом. Это на чем у тебя скипело? Так это на снегу. Секрет-то заключается в котле, который варит пищу на снегу или на земле без применения огненной стихии. Полковник-то ухи-то хлебнул, говорит, какой прогресс. Какая, понимаешь, агрекультура. При дворе бы вот это показать. Вот что. Этот котел будет мой. А за это я ставлю тебя на свободе. Ну, шиш, не спорит. Только бы проваливали поскорее. Не терпится и полковнику волшебным котлом похвастаться. В тот же вечер по городу приглашение разослал. Под утро к нему полон двор гостей. Скупился среди двора куча снегу. Котел принесли. Все кругом встали. Царь бы царится в первых рядах. В руках ложки держат большие. Полковник и гарпнул. Минуту, внимание, перед вами куча снега и котел с рыбой. Доливаю котел водой, закрываю крышкой. И через пять минут будете кушать кипящую стерляжью уху. Цариста Моремьяна ложку-то сухую облизала. Ой, говорит, луковку забыла взять. Уж так к сердцу поем. Ну, ждут пять минут. Ждут пятнадцать. Люди мерзнут, топчутся. Царица Моремьяна не стерпела. Не хотела я больше ждать. Закулела вся. Извод с ей сухую. Ну, полковник-то подскочил. Крышку-то с котла сдернул. А там лед. Ну, так кто хохочет, кто ругается. Моремьяна-то государыня больше всех пасть дерет. Ну, а полковник-то на коня, да в деревню. Да и к Шишову дому. А в доме не души и на дверях замок. Погоня к соседям. Где Шиша искать? Так ведь он больше в городе прожил от. В городе искали, искали, не могли найти. В первом адресном столе справились. Такой-сякой Шиш Московский. Значится? Значится. Угол сливочный и колбасный. А на дому номер красный. Тьфу. Ну, пошли во второй адресный стол. Шиш Московский прописан? Прописан. Гостиница Эрмитаж. Второй этаж. Форточка номер первый. Ну, вот так вот. Шишов-то разум. Всех переши. Всех-то Шишовых дел недель не пересказать. Ой, про него-то говорить. Голова заболит. Про Шиша теперь уже и собаки лают. Голова заболит. О, я мальчишечка московский, у меня пуза на паку. Я наличка некрасивых, а глаза безовлеку. Донесешь по горе плакать, А не всё по нём, то жить надо же Малую половиночку на ладостях вложить 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 Для этого, как в хорошем рецепте Для того, чтобы вам сделать борщ, вам нужно найти свёклу, морковку, лук, томаты Малую половиночку на ладостях вложить 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 инструменты из тех, что сегодня вы увидели. Трещотки, да? Ну, это понятное дело. С такими ходили, да, гоняли вороны в саду. Так, а еще? Сверельки, дунчики, колокольчики, да. Вот со свирельками все дело сложное. Дело в том, что это название, свирель, ну, не является, как бы, практически не является народным. Оно такое, скорее, в поэтической среде существовало. А так все, из чего можно было выдуть звуки, в русской традиции называлось дудки, фактически. Практически все. Вот. Вот эти дудки, потому что их две, они назывались двойчатки. Играли на них в Смоленской области. Ну, если помечтать и предположить, да, что в Смоленск когда-то, в период гонений на скоморохов, этих скоморохов ссылали, а кто такие были скоморохи? Шуты и по шуты. Ну, не совсем они были шуты. В общем, это была особая братья, особая компания, да, которая играла музыку. Да, они могли подшурчивать, они могли иронизировать над разными событиями, в том числе и над властью и так далее. Вот. За что их, собственно говоря, не очень любили наверху. Потому что они пели, говорили правду. Вот. И так вот, на Смоленщине очень много существовало таких деревень с названием скоморохи. Возможно, что этот инструмент как раз от скоморохов и достался. Тот, который не погиб в пожарах в Московске, когда целыми вазами инструменты музыкальные сжигали, чтобы они скоморохи не играли. Смоленщины музыкальные сжигали. Ну, а еще какие дудочки. Вот, давайте я вам сейчас покажу вот эту большую дудку, которая всего-то навсего представляет из себя трубу, сквозную трубу. Вот тут одна дырка и вот здесь дырка наверху. Подсвисток сделанный. От свистка-то у нее нет, пожар у нее нет. Просто сплошная дудка. Открытая. Но так она хитро устроена, что из нее можно извлечь очень большое количество звуков. Очень большое. Хитрость еще состоит в том, что одни звуки извлекаются, когда внизу отверстие открыто, а другие звуки, когда отверстие закрыто. Вот смотрите. В музыке этот звукоряд называется обертоновый, да, обертонный звучит звукоряд. А вот закрытый. А теперь на сочетание играем. А теперь на сочетание играем. Вот у кого руки откуда надо растут, кто владеет ножом и другими инструментами, тот может себе такую дудку сделать очень легко. Ее можно сделать из зонтичной травы. Зонтики видели на природе, когда гуляли? Такие высокие зонтики растут. Вот так с суставами. И там у них крона такая. Видели такие зонтики, нет? Нет, не видели? Дудник еще называют. Такую траву. Она пустотелая внутри. А можно сделать, как я. Можно сделать просто из пластиковой трубки, которая используется у нас в сантехнике. Придете домой? Только не разбирайте дома трубы, пожалуйста. Не надо. А? Уже есть. Уже разобрана. И вот эта дудочка, она называется просверенка, она такого же принципа, как вот эта большая. Только она поперечно держится. И у нее здесь пыши есть. Вот через этот пыш, туда, через отверстие, попадает воздух вот на этот свисток. Когда не очень хорошее настроение, берешь эту дудочку, начинаешь играть, и настроение улучшается. Вот кто отгадает, из чего эту дудочку я сделал? Из... Нет. Из палочки? Она сделана из лыжной палки. Вот лыжная палка, да, дома лежала, сломалась, сломанная была, никак ее никуда не применить. Я смотрел, смотрел, думаю, какая хорошая палка, из нее получится прекрасная дудка. Вот так в нашей жизни, да, можно из разной, ну, по большому счету, ерунды из разного хлама сделать музыкальные инструменты. Только для этого нужно обращать внимание, что такое инструмент, как он существует, откуда у него, что там берется, за счет чего возникает этот звук, то просто надо понимать. Вот. Ну, еще один инструмент, который я вам покажу обязательно. Это рожок, который я очень люблю. Это самый сложный инструмент. Как у него образуется звук? Голос. Выкин, у него закрываете дырки. Дырки, да. А вот сам звук как образуется? За счет вот этого вот пищика. Кто из вас дети? Вот родители наверняка делали. А кто из вас дети делал когда-нибудь такие пищики из тручков? Акации. Знаете, да? Вот показывали. Вот, вот руки поднимают. Молодцы. Тут почти такой же принцип, хотя немножечко иной. Вот здесь вот отщепленный такой язычок на этой трубочке. Вот этот язычок, когда я туда вдуваю воздух, он начинает вибрировать и издает звук. Можно разговаривать на нем, да? А когда мы его в эту трубочку вставляем, на которой вот пять дырок, мы можем, соответственно, извлекать другие ноты и, собственно, играть музыку. Академия А вот ответьте мне, дети пускай подумают, ответьте мне, зачем этому инструменту такой громкий голос? Его пастухи использовали, конечно, громкий он для того, чтобы его действительно было слышно далеко, кроме того, усиливали эту громкость за счет вот этого вот раструба, а из чего вот этот вот раструб? Из рога, правильно, той же коровой, которую звали. Она просто плохо слушала, и у нее этот рог, чтобы она лучше слышала. Действительно, эта традиция очень интересная, может быть, она и не такая древняя на нашей земле, но очень интересная и очень полезная. Поэтому я мальчиков призываю обратить внимание на этот инструмент, и в интернете можно найти про него информацию. А папа призываю вот посмотреть внимательно, прочитать, как и из чего он делается, и сделать такой инструмент своими собственными руками, и научиться на нем играть. Уверяю вас, удовольствие очень большое, особенно для соседей. Когда вы дома начинаете заниматься, соседи приходят в такой восторг, начинают стучать в стены, батарею. Они тем самым выражают свою радость от того, что они слышат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо. И ждем вас на других наших спектаклях, не менее интересных и очень разных по нашим замечательным северным сказам Исаакова и Ширкина. Спасибо большое. Почему такой звук? А потому что этот рожок рассчитан на игру, конечно, на открытом пространстве. Поле, берег реки, лес. И вот что вы услышите? Это отзыв. Специально он играется, и он возвращается потом, эхом возвращается. И это украшает. Это исключительно для красоты. Спасибо. Будьте здоровы.